У актёров бывают периоды в жизни очень грустные, а иногда очень счастливые. Вот всё то, что связано с Борисом Макроусовым – это счастье. Возникло оно у меня неожиданно. Взяли спектакль для постановки в театре «Сатиры», «Свадьба с Приданом». И режиссёр Борис Иванович Равенских, очень талантливый человек, пригласил Бориса Макроусова, уже звучавшего в кинофильмах. Я помню, как он скромно приходил на репетиции, как он никогда не давал понять, что он большой композитор, знаменитый. Мы чувствовали его, как родного человека, и он нас так. И когда он принёс первую песенку, это была песенка Курочкина, комедийная, и наш режиссёр её исполнил под гармошку. «И за вас, моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Да чего же климат здешний, но любовь влиятельен. Я тоскую по соседству и на расстоянии, А без вас я, как без сердца, жить не в состоянии». И вот эта песенка такая простая, но такая милая, обаятельная. Да ещё запел её наш любимый артист Виталий Доронин, который чудесно играл Курочкина. Мы сразу влюбились и в песню, и в композитора, и ждали, когда появится любовная тема. А я играла, ну, как бы невесту. Мой жених был немножко в меня в жизни влюблён. И когда мы услышали нашу песенку «На крылечке твоём», нам показалось, что эта песенка лично наша. «На крылечке твоём, каждый вечер вдвоём, мы подолгу стоим и расстаться не можем на миг. До свидания скажу, возвращусь и хожу мимо милых окошек твоих». Вот подумайте, какие простенькие слова. Но как они ложатся на душу? Как не надо в этих словах притворяться? И когда ещё божественная мелодия, очень проникающая в сердце, её не надо учить, она сама ложится на душу. И для нас это был большой подарок. Макроусов удивительно прост и в то же время ложится на душу мелодия с лёгкостью. Её хочется петь, в ней нету ничего усложнённого. И в то же время она не примитивна, а очень эмоциональна. Его песни очень добрые. Я даже вспоминаю те песни, которые у него были по поводу войны. Суровость войны шла через музыку и мужество, и всё равно любовь. А любовь к людям, любовь к жизни. Вот удивительный композитор, который был народным и прекрасным музыкантом, потому что мелодии запоминались и были очень лирические. Так что мне повезло, что в мою жизнь сопровождали его песни. Он не только композитор нашей России, но он и мой родной, для меня очень близкий человек. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Когда весна придёт, не знаю, Пройдут дожди, сойдут снега, Но ты мне улица родная И вне погоду дорога На этой улице подросткам Гонял по крышам голубей И здесь, на этом перекрёстке С любовью встретился своей Теперь и сам не рад, что встретил Моя душа полна тобой Зачем, зачем, зачем На белом свете Есть безответная любовь Зачем, зачем На белом свете Есть безответная любовь Обо мне все люди скажут Сердцем чистый не списи Или я в масштабах ваших Недостаточно красив Обо мне все люди скажут, сердцем чистый не спеси, или я в масштабах ваших, да недостаточно красив. На крылечке твоем каждый вечер вдвоем мы подолгу стоим и расстаться не можем на миг. До свидания скажу, возвращусь и хожу, до рассвета хожу мимо милых окошек твоих. До свидания скажу, возвращусь и хожу, до рассвета хожу мимо милых окошек твоих. ПЕСНЯ Ты меня никогда, никогда, никогда разлюбил. Я люблю тебя так, что не сможешь никак. Ты меня никогда, никогда, никогда разлюбил. Здравствуйте, Вера Кузьминична. Здравствуйте, Николай Николаевич. Вы, вероятно, догадались, что мы, Николай Николаевич Рыбников. И Вера Кузьминична Васильева. А приглашены сегодня для того, чтобы вместе с вами вспомнить замечательные мелодии, прекрасные песни композитора Бориса Андреевича Макроусова. Вера Кузьминична, но мне кажется, тебе зрителей надо сразу предупредить о том, что Борис Андреевич Макроусов не всегда начинал свою, вероятно, не начинал свою, так сказать, творческую деятельность после таких лирических песен, ну, таких безмятежных, что ли. Одна из первых его картин, это была снята картина в 41-м году, в суровом 41-м году, она называлась «Разгром немцев под Москвой». И там была песня, да? И там была песня о столице. И, пожалуй, это была одна из лучших, и осталась одна из лучших песен о нашей Москве. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Макроусов писал музыку и к другим фильмам. И некоторые из этих фильмов, сойдя с экрана, уже забыты. А вот макроусовские песни, сойдя с экрана, остались в памяти. Вот как, например, лирическая песня из кинофильма «Наши соседи». ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Небо вспыхнет огнём, Вы нам только шепните, Мы на помощь придём. Макраусов любил писать музыку и для театра, для спектаклей. Ведь «Свадьба с приданом» — это экранизированный спектакль театра сатиры. Кроме того, Борис Андреевич очень украсил своей музыкой. Ещё один спектакль нашего театра — это «Вадивиль. Где эта улица, где этот дом?» Да в каких жанрах только он не работал. Борис Андреевич был автором оперы «Чапаев». И что уж совсем неожиданно, ещё в первой редакции в 1938 году эту оперу начинающего композитора собирался ставить Селут Эмильевич Мерхольд. Вот на этой фотографии, посмотрите, дирижёр Константин Иванов, Макраусов и Мерхольд. А я ещё хотела напомнить оперету у «Роза ветров», прелестная оперета. Вот сохранилась современная видеозапись «Танец гитан». И вот что удивительно, эта мелодия настолько кажется нам знакомой, настолько она как бы на слуху, что мы уже не знаем, что она написана для этой опереты, она просто в нас живёт. КОНЕЦ 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 А сколько драматических спектаклей украсила музыка Макраусова. Особенно спектакли театра Вахтангова по пьесам Сафронова «Стрепуха» и «Стрепуха замужем». Мне кажется, что если бы «Стрепуха замужем» была бы экранизирована, как это было со свадьбой с Приданом в Театре Сатиры, то очень многие песни, мелодии Макраусова вошли бы в жизнь, стали бы такими же популярными и любимыми, как наши песни. Когда на город Краснодар вечерний свет падёт, Один бульвар, другой бульвар огни свои зажжёт, Как много здесь среди огней больших друзей себя от себя одной. Вот я сейчас вспоминаю, как прелестно исполняли свой дуэт совсем ещё тогда молодые Юрий Яковлев и Людмила Максакова. «Когда настанет час, любовь появится, И сердце пламенем тебе зайдёт, И небо синее вдруг закачается, Земля зелёная вдруг поплывёт. Ля-ля-ля, 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 Борис Андреевич много и плодотворно работал в кино и театре. Но всё-таки он нашему зрителю, слушателю, известен больше всего как композитор-песенник. В те же грозные годы, когда была написана песня защитников Москвы, Макраусов, будучи командирован в осаждённый Севастополь, вместе с одружествием с поэтом Александром Жаровым, написал одну из самых своих знаменитых песен о Великой Отечественной войне – «Заветный камень». Ну, мне кажется, что лучше об этом расскажет сам автор этой песни. В самые первые дни Великой Отечественной войны и Борис Макраусов, и я, одетые в форму военных моряков, оказались в Севастополе. И вот я очень хорошо помню великолепный летний день, начало июля, когда налёт фашистских бомбардировщиков загнал нас с Борисом Макраусовым в бомбоубежище. И почему-то, это очень странно, нам пришло в голову именно там обязательно создать достойную песню во славу первых подвигов черноморских моряков, о которых мы уже знали. Насколько эта песня стала популярна в годы Великой Отечественной войны, говорит за себя и тот факт. Она исполнялась лучшими певцами того времени – Марком Рейзеном, Александром Пироговым, Борисом Гмыри. Это поёт Александр Степанович Пирогов. «Холодные волны вздымают лавиной, широкая черная моря. Последний матрас Севастополь покинул, уходит он с волнами скоряк, и красный солёный пушующий вал, а шлюпку полну за волной развивал. В туманной дари не видно земли ушли далеко корабли». Макроусова любили петь очень многие прекрасные певцы. И вот Сергей Яковлевич Ленишев очень любил исполнять Макроусова. Давайте послушаем в его исполнении песню «Вьётся вдаль тропа лесная». Давайте. «Вьётся вдаль тропа лесная, светят звёзды дальние. Буду здесь всю ночь весная, ждать с тобой святанья. Буду здесь всю ночь весная, ждать с тобой святанья. Сколько раз с надеждой робкой Ждала тебя у дома я, Ты проходишь дальней тропкой, Словно незнакомая. Ты смеёшься над моею, Незавидной внешностью, Но ведь я богат не ею, А сердечной нежностью. Без любви ходить по свету, Нет судьбы печальнее. Ночь к концу тебя всё нету, Гаснут звёзды дальние. Ночь к концу тебя всё нету, Гаснут звёзды дальние. Макроусов работал не только в кино, В театре, но и на радио. И вот сейчас, Николай Николаевич, я вспомнила, что моя жизнь связана и с одной прекрасной радиопередачей. Делал её замечательный советский режиссёр Алексей Денисович Дикой по рассказу Сергея Антонова «Поддубинские частушки». И музыку к этому радиоспектаклю заказали Макроусову. И вот там впервые прозвучала очень любимая мной песня «Горят костры далёкие». Пели мы её дуэтом вместе с актрисой театра Вахтангова Ларисой Пашковой. Костры горят далёкие, Луна в реке купается, А парень с милой девушкой На мамочке прощается. А парень с милой девушкой На мамочке прощается. Глаза у парня ясные, Как угольки горящие, Быть может, непрекрасные, Но в общем подходящие Быть может, непрекрасные Но в общем подходящие Вера Кузьминична, мне кажется, Песни Макроусова были настолько мелодичны, Что их пели не только профессиональные певцы, Но и многие драматические актёры. Но взять бы хотя бы того Аркадия Ракина. Ведь мне кажется, что он свою Первый раз запел на сцене Это Макроусовскую песню. Влюблённого пожарника. Влюблённого пожарника, точно. Нет дыма без огня, Ты в сердце у меня, И я как таковой, Буквально сам не свой. Ты ласточка моя, Ты зорька ясная, Ты в общем самая Огнеопасная. Отчего, почему Грустно парню одному Не сидится, не лежится, Не гуляется ему. Потерял он покой, На себя маханула рукой, Ой, как трудно Человеку в ситуации такой. Для спектакля Райкина Человек-невидимка Макроусов написал не только Песню влюблённого пожарного, Ну и песню «Осенние листья». И вот, может быть, несколько неожиданно Песню, написанную для эстрадного спектакля И непоющего, так сказать, актёра, Запела выдающаяся наша певица Надежда Андреевна Бухова. Песня «Осенние листья» Шумёт и шумёт в саду Средь яблыветистых Я с милым моим иду И счастлив лишь тот В ком сердце поёт С кем рядом любимый идёт И счастлив лишь тот В ком сердце поёт С кем рядом любимый идёт Пусть годы промчались Живёт на земле любовь И так те расстались Мы встретились нынче вновь Пусть листья шумят Пусть годы летят Но юростью светится взгляд И ещё одна песня Макроусова В исполнении Абуховой Я за реченьку гляжу Никому не расскажу Про свою печаль У раскрытого окна Я смотрю на эти фотографии И как сейчас вижу приезд В Запорожье Запорожь сталь Где снимались заводские эпизоды Кинофильма Весна на заречной улице Композитора Бориса Макроусова Борис Андреевич был удивительно скромный Душевный человек И вот его творческая увлечённость Коснулась и одной из самых Значительных песен Времён Отечественной войны На позицию девушка Провожала бойца Автор этой песни Неизвестен То есть музыки А автор текста Нам известен Исаковский И вот Борис Андреевич Обработал эту песню И она получила вторую жизнь Она запелась буквально везде И в тылу И на фронте То есть её пели Это была одной из самых Популярных песен тех лет По полицию девушка Провожала бойца Тёмной ночью Простили сад На ступеньках крыльца И пока за туманами Видеть мог паренёк На окошке на девичье Всё горел огонёк И пока за туманами Видеть мог паренёк На окошке на девичье Всё горел огонёк Парня встретила дружная Фронтовая семья Всюду были товарищи Всюду были друзья Но знакомую лицу Позабыть он не мог Где ж ты девушка милая Где родной огонёк Фантазия на тему песен Макроусова 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 Т، кто мечтает Макроусова 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 КОНЕЦ В творчестве Марка Бернесса песни Макроусова, можно сказать, оставили самый яркий, радостный след в его творческой биографии. Одна из таких записей у нас сохранилась. КОНЕЦ 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 Марк Наумович очень любил еще одну песню Макроусову. Песню о далеком друге. А песня все ближе, все ближе, летит и звенит над Москвой. В ней думы Парижа, улыбка Парижа и голос народа живой. Когда поет далекий друг, Теплей и радостней становится вокруг, И сокращаются большие расстояния. Когда поет далекий друг, Влюбленные кружатся пары, И молодость дружит с певцом. И музыки вторят большие бульвары, С московским садовым кольцом. Когда поет далекий друг, Теплей и радостней становится вокруг, И сокращаются большие расстояния, Когда поет хороший друг. Ну, конечно, первыми исполнителями Макроусовских песен были Владимир Бунчиков и Владимир Нечаев. Ничто не могло сравниться с их умением Донести до любого слушателя прелесть Макроусовских мелодий. Пленка 50-х годов, снятая, кстати, на телевидении, Сохранила исполнение обоих. Мы с тобою не дружили, Не встречались по весне, Но глаза твои большие Не дают потроя мне. Это Владимир Нечаев с песней «Мы с тобою не дружили». Думал я, что позову, Обойду их стороной. Но они везде и всюду, Все стоят передо мной. А теперь Владимир Бунчиков с Макроусовской черемухой. Что, друзья, случилось со мною, Обломал я всю черемуху весною. Я носил, таскал ее вазами, А кому носил, вы знаете и сами. Вечерком спешил я из-за речки, Целый ворох оставлял я на крылечке. Я бросал в окошко молчаливо, Белое лесное сказочное диво. Как иду я, шепчутся девчата, И детка звон идет, черемуха, куда-то. И поют, конечно, не случайно, Отчего, мол, ты, черемуха, печально. И хожу я со своей волью, Со своей несказанной любовью. Что мне делать, сам не понимаю, Но сирень я тоже, видно, обломаю. Что мне делать, сам не понимаю, Но сирень я тоже, видно, обломаю. Николай Николаевич, а вы помните замечательную певицу Ирму Яунзен? Ее в свое время очень ценил Максим Горький. Ирма Яунзен тоже любила исполнять песни Макраусова, особенно те, которые были по своей мелодике настолько народными, что их даже не отличишь от народных песен. Вот такая песня была «Милый мой живет в Казани». И именно с нее в 1936 году и начался большой успех, популярность композитора Макраусова. По Москва реке каталась, Нажимала в два весна, А по Нюше размечталась, До Казани доплыла. Поморгала я глазами, С удивлением на лице, Вижу, милый мой в Казани, Машет ручкой на крыльце. А это уже другая песня, «Наговоры». ПЕСНЯ 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 Причем марш не получался. И вот тут однажды девочки из ремесленного училища при Сормовском заводе стали нас просить, что вы напишите, не надо марш, вы напишите вот про нас, про Сормова, про слияние Волги и Аки вечером. И как-то само у нас сложилось, у меня прежде всего, как автора слов, на Волге широкой, на Стрелке далекой. Оказалось, что примерно на этот размер лирическая нежная музыка уже жила в мире Бориса Макроусова, и мы ее, мы соединили эту музыку, конечно, она требовала переработки, с моими словами, которые тоже получили некоторую редакцию. И вот получилась песня. На Волге широкой, на Стрелке далекой, лодками кого-то зовет пароход. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. В рубашке нарядной, своей ненаглядной, пришел объясниться хороший дружок, Вчера говорила, навек полюбила, а нынче не вышла в назначенный срок. А утром ухода в ворота завода, влюбленному девушка встретится вновь, И скажет немало, я книжек читала, но нет еще книжки про нашу любовь. Сорбовская лирическая прозвучала в исполнении Георга Отца. Макроусов и Георг Отц это отдельная тема для разговора. Во всяком случае на радио, потому что ни одной пленки, к сожалению, не сохранилось. Но есть пленки с другими хорошими исполнителями. И мне кажется, мы сейчас не будем отнимать время на разговоры, а просто объявим. Хорошо. Песня о Волге исполняет Марк Решетин. Ай, Волга, ты, Волга, простор величанный, Родимая наша река, Песня о Волге исполняет Марк Решетин. Песня о Волге исполняет Марк Решетин. Песня о Волге исполняет Марк Решетин. Вечерком на реке исполняет Лариса Авдеева. Песня о Волге исполняет Марк Решетин. 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 ПЕСНЯ «Море шумит» поет Александр Ведериньков. Эта песня была написана Макроусова в блокадном Ленинграде для единственного из действовавших тогда в городе театре музыкальной комедии для спектакля по пьесе Всеволода Вишневского «Устен Ленинграда». ПЕСНЯ 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 Земля моя раздольная. Извините, вот тут я хочу добавить. Во время работы над спектаклем «Свадьба с Приданом» постановщик спектакля Борис Иванович Ровенских, влюбленный в творчество Макроусова, когда он заказывал музыку для этого спектакля, он просил, чтобы у него была светлая, лирическая, любовная песня, это на крылечке, очень народные, веселые куплеты Курочкина и обязательно должна быть эмоциональная, патриотическая песня о земле. И вот «Земля моя раздольная» была написана как раз для спектакля «Свадьба с Приданом». Ну что же, так и объявим. «Земля моя раздольная» – песня спектакля «Свадьба с Приданом». «Зацветает степь лесами, а в лесах твоя цветут, это сделали мы сани, это наш великий труд. Земля моя растольная, широкие поля, богатая и больная, красавица земля. «Земля моя раздольная» – песня спектакля «Свадьба с Приданом». «И мороз, и снойный ветер, если надо, укротим». «Земля моя раздольная» – песня спектакля «Свадьба с Приданом». И последнее, о чем хотелось бы вспомнить, это об удивительной судьбе песни Макроусова «Одинокая гармонь». Дело в том, что «Одинокая гармонь» оказалась не такой уж одинокой. Песня стала настолько любимой, настолько популярной, что ее запели не только в Советском Союзе, но и за рубежом, наподобие блантеровской «Катюши». Она звучит на разных языках мира. Вот это гармонь на французском языке. Это на польском. Это на итальянском. Это на немецком. «Музыка» Это по-японски. Вера Кузьминична, а не заметили ли вы, что мы о макроуссовских песнях говорим все время в прошедшем времени? Исполняли, звучали. Ну, разве они сейчас не звучат, не исполняют? Безусловно, звучат великолепно. И не только в исполнении отдельных актеров, певцов, но и музыкальной ансамбли. Вот, например, прекрасно возрождена по-новому песня Вологда, песни ранее. Письма, письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Письма, письма лично на почту ношу, Вижу, вижу алые кисти рябин. Вижу, вижу дом ее номер один. Письма, письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Письма, письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Письма, письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Поэт был автором многих лучших его песен, в том числе в фильме «Весна на Заречной улице». Письма, письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Письма, письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Мы идем и по вольному свету, на свет любознатний респот. На самой далекой планете, не так уж друзья далеком. На самой далекой планете, не так уж друзья далеком. А какой отклик нашла в сердцах ветеранов его знаменитая песня фронтового шофера? Ренат Ибрагимов, заслуженный артист татарской АССР. Через горы, реки и долины, сквозь пургу огонь и черный дым, вывели машины, объезжая мины по путям, дорогам фронтовым. И какие интересные краски нашли вот для этой же песни Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон. Путь для нас в Берлину, между прочим, он был, друзья, нелегок и нескорб. Жили мы дни и ночи, и трудно было очень, а то баранку не бросал шоферы, пусть дорожка. Ранковая, не страшна нам повешка любая, а по пиратинам рановато, есть у нас еще дома дела, а по пиратинам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, в фронтовых и съезженных дорогах. Эх, пусть дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а по пиратинам рановато, есть у нас еще дома дела. А по пиратинам рановато, есть у нас еще дома дела. Но творческий портрет композитора будет неполным, если не услышать в современном, опять же, исполнении Эдуарда Хиля «Хороши весной в саду цветочки». За эту песню и за песни «Заветный камень» и «Одинокая гармонь» Борис Андреевич был удостоен в 51-м году государственной премии СССР. «Хороши весной в саду цветочки, Еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочка, милую в садочке, Сразу жизнь становится иной. Эх, встретишь вечерочка, милую в садочке, Сразу жизнь становится иной. Моё счастье где-то недалечко, Подойду да постучу в окно. Выйди на крылечко, а ты моё сердечко, Без тебя тоскую я давно. Выйди на крылечко, а ты моё сердечко, Без тебя тоскую я давно. В нашей жизни всякое бывает, Набегает тучами гроза. Туча уплывает, ветер утихает, И опять синеют небеса. Эх, туча уплывает, ветер утихает, И опять синеют небеса. Николай Николаевич, вероятно, нам, Как ведущим музыкальной передачи, Полагается в финале что-то спеть. Ну, а что же мы будем петь? Я думаю, Макроусова. Но только всё лучшее уже спето. Да. А может быть, ту же одинокую гармонь? Ну, ведь она уже звучала. Да, но она звучала на иностранных языках. А мне хотелось бы в конце нашей передачи, Чтобы она прозвучала на родном. Очень хорошие мысли. А где ваша гитара? Ну, как где? Как всегда со мной. Снова замерло всё до рассвета, Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь, Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь, То пойдёт на поля за ворота, То обратно вернётся опять, Словно ищет в потёмках кого-то И не может никак отыскать, Словно ищет в потёмках кого-то И не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, Яблонь цвет отлетает густой, Ты признайся, чего тебе надо, Ты скажи гармониста молодой, Ты признайся, чего тебе надо, Ты скажи гармониста молодой, Может радость твоя недалёка, Да не знает её ли ты ждёт, Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, Что ж ты девушкам спать не даёшь, Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, Что ж ты девушкам спать не даёшь, Словно ищет в потёмках кого-то, Что люди привела меня, На свете много улиц славы, Что не ж меняю адрес я, В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. Субтитры создавал DimaTorzok